В ходе рабочего визита на автотранспортное предприятие МОП-Экспресс глава города Дзержинска Иван Носков осмотрел ремонтные мастерские и 10 новых автобусов марки PAS Vector Next. По словам директора предприятия Натальи Садковой, на сегодняшний день автопарк составляет 77 автобусов и 48 троллейбусов, причем парк автобусов обновлен на 100%. Водителей хватает достаточно, автобусы будут выходить на маршруты, все люди будут доезжать до места требования, так что все будет в рабочем порядке. Глава города отметил снижение жалоб на работу муниципального общественного транспорта и подчеркнул ответственное отношение всех сотрудников предприятия к своим трудовым обязанностям. К соблюдению экипажами правил безопасности в период пандемии и правил дорожного движения. По данным ГИБДД по городу Дзержинску, МОП-Экспресс уже третий год является одним из самых безаварийных перевозчиков в городе. Мы не сорвали ни одного рейса. Да, бывает, меняется расписание, бывают какие-то технические сложности, но это минимальный процент. На самом деле 60% всех перевозов в городе делает МОП-Экспресс. По итогу обсуждения Иван Носков дал поручение профильному заместителю совместно с руководством МОП-Экспресс до конца года просчитать экономические риски и составить план развития предприятия. 11 ноября в администрации города Дзержинска прошла встреча главы города Ивана Носкова с представителями молодежно-общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды из Нижнего Новгорода и Дзержинска». Во время нее бойцы рассказали главе города о своей деятельности и подвели итоги уходящего года. Ребята рассказали главе Дзержинска, что перед тем, как начать работать в выбранном направлении, проходили обучение. В школе вожатского мастерства изучали логику развития лагерной смены, возрастные особенности, конфликтологию, нестандартные лагерные ситуации и игротехнику. Будущие же проводники готовились к экзамену в РЖД и изучали устройство и эксплуатацию пассажирских вагонов, их оборудование, безопасность движения и правила пассажирских перевозок. Вожатства идут, потому что хотят именно поработать с детьми, научиться общению, научиться ладить с своими младшими братьями, сестрами. А проводники в основном идут для того, чтобы путешествовать и получить достойную заработную плату. Во время встречи руководитель Нижегородского регионального отделения «Российские студенческие отряды» Дарья Сергеева поблагодарила главу города Дзержинска Ивана Носкова за поддержку движения студотрядов в городе. А Дзержинский штаб – за работу в течение года. И вручила им благодарственные письма и памятные подарки. Мы благодарны за все, что нам дает администрация, потому что это, прежде всего, площадки проведения мероприятий и образовательного процесса. Так как, если бы у нас не было этого, и отрядов это, в принципе, и бы и не было. В уходящем году ребята успели принять участие в организации самых ярких молодежных событий. В фестивале настольных игр «Печенька», в молодежной поэтической площадке «Послушайте», в городских соревнованиях «Гонка сильнейших» и «Молодежного праздника зачетно» ко Дню студента. На протяжении всего года студенческие отряды активно участвуют в жизни города, организуют свои мероприятия и занимаются событийным волонтерством. Мы не ставим все задачи вот именно куда-то направить отдельно. Вот есть желание, а желание надо помогать развивать, что-то сделать полезное не только для города, но и для себя, и для других людей. На территории городского округа усилена работа по сносу сухих деревьев, расчистке дворовых территорий, отсорных кустарников и формированию крона переросших деревьев. Поручение о выполнении этих работ дал глава города Дзержинска Иван Носков на одном из последних совещаний по вопросам благоустройства общегородских территорий. В связи с окончанием сокодвижения с октября по март у нас началось полномерное кронирование. Кронирование производим в любые погодные условия. Ребята молодцы, стараются, выполняют работу аккуратно и профессионально. До конца года планируется снос 100 сухих деревьев, формирование крона и подрезка нижних веток, еще 1300 деревьев на улицах города и в поселках. Кроме того, на сегодняшний день управляющим компаниям со стороны администрации города выдано 252 разрешения на снос аварийных деревьев во дворах. В каждом разрешении значится несколько адресов. Выдано также 190 согласований на кронирование. Всего, по данным Департамента благоустройства в Дзержинске, насчитывается порядка 2000 аварийных и нуждающихся в обрезке деревьев. И большая их часть находится внутри дворов. Кронирование из пил аварийных деревьев в Дзержинске будет производиться весь холодный период вплоть до марта 2022 года. На этой неделе глава города Дзержинска Иван Носков совместно с депутатом городской думы Сергеем Смирновым провел встречу с первым Дзержинским молодежным поисковым отрядом «Торнадо», который был создан два года назад на базе Дзержинского филиала ННГУ Милобачевского. Всего в настоящее время отряд «Торнадо» насчитывает 25 бойцов. С 2019 года они провели уже шесть экспедиций. Все они стали частью стационарной экспозиции музея «Война. Поиск. Память», который был открыт в филиале ННГУ ровно год назад, благодаря победе в конкурсе молодежных социальных проектов администрации города Дзержинска. Мы приезжаем на место, оборудуем свой небольшой палаточный лагерь. То есть место под костер, полевая кухня, палатки ставятся. И дальше размещаются места для работы. Для этого изучаются топографические карты и размещаются места, где будут вестись раскопки. Далее разделяемся на небольшие группы, обычно по два-три человека. И с использованием металлоискателей и лопат идем и ищем места, где есть смысл копать. Чтобы поиски и дальше были не менее результативными, во время встречи депутат Думы города Дзержинска Сергей Смирнов поручил Дзержинскому отряду новый металлоискатель. Этот инструмент считается основным в работе поисковых отрядов. Это полезно для нашего общества и в целом для страны, когда мы занимаемся патриотическим воспитанием молодежи. Бойцы отряда «Торнадо» занимаются не только поисковой, но и активной просветительской деятельностью. Организуют и проводят экскурсии в музеи «Война», поиск память для школьников и жителей города, выезжают на мероприятия в образовательные учреждения и участвуют в городских праздниках и фестивалях. Это работа с историческими документами, это физическая работа. Ну, это сплочает. Я думаю, что ребята, кто съездил в эти экспедиции, кто бывал в этих отрядах, они будут дружить всю свою жизнь, дальнейше будут всегда друг друга поддерживать и помнить о друге. Потому что это такое очень сильно объединяющее начало. 9 ноября на территории городского кладбища в Дзержинске состоялась торжественная церемония перезахоронения останков красноармейца Ивана Неумойна, погибшего во время Великой Отечественной войны. Спустя 78 лет они были обнаружены поисковиками благотворительного военно-патриотического фонда застава святого Ильи Мурмца во время экспедиции в Белгородской области. Проводилось обследование высоты и сначала начали попадаться фрагменты танков немецких битых, а потом между фрагментами было найдено место. Был найден солдатский котелок, и когда расширили уже место обнаружения котелка, были найдены костные останки. Оказался, это солдат, советский солдат, и при нем были обнаружены личные вещи, в том числе награды. Медали за боевые заслуги и за оборону Сталинграда и нагрудный знак «Отличный снайпер». Иван Николаевич Неумоин родился в 1914 году в Починковском районе Нижегородской области. Когда началась Великая Отечественная война, он, так же, как и двое его братьев, встал на защиту Родины. Призванный на фронт районным комиссариатом города Держинска 2 сентября 1942 года, он служил стрелком 6-й стрелковой роты 50-го гвардейского полка 15-й краснознаменной гвардейской стрелковой дивизии. С 1943 года солдат считался пропавшим без вести. Здесь не только нашли самого человека, тут вы восстановили награды его, что действительно был герой в полном смысле этого слова. И вот эти 76 лет об этом никто не знал, то есть не знали его судьбу, и это вот сегодня восстановили. То есть, конечно, такая история, она с любой стороны на нее смотришь, понимаешь, что это действительно значимо важно. Во время торжественной церемонии участники почтили минуты молчания память павших в боях за Родину. Отец Илья Шитов совершил панихиду по воинам, погибшим на полях сражений, после чего под зал посолютной группы 69-й отдельной бригады МТО и звуки оркестра войсковой части 34-24 города Держинска были захоронены останки солдата Ивана Неумойна. Все награды, а также флаг, навсегда переданы родственникам героя. Глава города отметил особую значимость данного события в год присвоения Держинску почетного звания «Город трудовой доблести». Все, теперь будет куда ходить, теперь можно будет заказать какие-то записки в церковь. То есть мы уже будем ходить целенаправленно к нашему деду, к погибшему нашему герою. Оказывается, он был такой герой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин